Сейчас мы в самом центре событий, которые происходят в Белгороде. Здесь, на заводе Цитробел, сейчас слышны выстрелы. По предварительным данным, здесь произошел захват заложников. Сколько человек, пока не знаем. Попытаемся сейчас выяснить. Приехали к месту происшествия спецслужбы. Пока тоже мы их не всех видели, не нашли. Тоже попытаемся узнать. Через несколько минут выясняется, что тревожный звонок поступил в дежурную часть УМВД в половине второго. Решением оперативного штаба объявлен режим контртеррористической операции. Территория предприятия цеплена, машины припаркованные поблизости эвакуированы, доступ к месту происшествия закрыт, спецслужбы приступают к работе. И вот первый официальный комментарий от оперативного штаба. Представители исламской организации, захватившие заложников, выдвинули следующие требования. О предоставлении определенного списка медикаментов и еды, об освобождении всех братьев-мусульман, содержащихся в исправительных учреждениях на территории области. Стало известно, что примерное число заложников 4 человека и террористов 2. Возможное вооружение оружия на пистолетах и взрывчатках. А значит, есть угроза взрыва, которая в свою очередь может привести к экологической катастрофе. Производство на заводе химически опасное. На контакт террористы идти отказываются, звучат угрозы в адрес заложников и силовиков. Штаб принимает решение о силовом захвате. За дело берутся спецназовцы. Операция по освобождению пленных завершается быстро и без потерь. Учебная тревога закончена. Время подводить итоги и делиться впечатлениями. Условные заложники спешат высказаться. Очень страшно, когда одевают на голову мешок, ставят на колени, ноги затекают буквально за 3-5 минут. Потом не встать на ноги невозможно, ничего. Просто падаешь и все. Ты не можешь ни ходить, ни встать, пока ноги не отойдут. Ты вроде бы ведешь себя спокойно, и вроде бы все так, как надо и хорошо, но ты абсолютно не ожидаешь тех реакций, которые будут от человека, который держит ружье рядом с тобой. Это просто ощущение абсолютной беспомощности, того, что просто неужели это никогда не закончится. И на самом деле было очень страшно. Было неприятно, сложно. И я надеюсь, что никто из тех, кто смотрит это, никто из нас никогда в этой ситуации в реальности не окажется. Что делать, если такая ситуация произойдет в реальности, обсуждали в ходе семинара. Журналистам рассказали о правилах работы в условиях проведения контртеррористической операции. Напомнили об ответственности и банальном здравом смысле. Оперативники не раз подчеркнули, когда на кону человеческая жизнь, сенсации могут подождать. Примеры приводились более чем убедительные. Только за время боевых действий на Украине было 8 похищений журналистов. 7 работников прессы не вернулись из служебных командировок. Уменьшить число жертв такую цель ставит перед собой Национальный антитеррористический комитет. Я думаю, у нас все получится. Какое бы время ни было, я думаю, что все мы сделаем для того, чтобы наша страна, Белгородская область, родина спала спокойно. По окончании семинара всем его участникам вручили свидетельство о прохождении учебы. Как вести себя, чтобы не стать пособниками террористов, журналисты теперь знают. Елена Коржова, Дмитрий Ерема и Игорь Казенец. К этому часу Белгород. Субтитры создавал DimaTorzok